итак друзья мы направляемся с вами дальше путешествовать во вторую часть идем мы в сторону так называемого армянского пляжа я не знаю кто дал ему такое название может быть даже кто-то придумал вот так вот сам а я нечаянно подхватил честно говоря я в этом месте был за два всего лишь это с вами вот один раз здесь растянулся как вы знаете это было весной открыл сезон водичка уже была теплая так что не замерз тут есть такие замечательные волнорезы которые дают вот возможность даже мелким детям тут покайфовать вот видите тут они как бы далеко на глубину не уйдут вода такая выливается смотрите среди блоков так их надежно кто-то надежно очень связал веревочкой тоненькой тоненькой на это все это теперь на века вон он так выливается а люди вот так вот вот женщина буквально только что спустилась вот здесь наверное это с виллы плаза да судя по всему вилла плаза здесь и вот отправилась на пляж загорать вообще конечно хотелось бы чтобы продумали какую-то дорожку то есть достаточно много людей ходит гулять уже раз уж такая необходимость все равно есть и от меня никуда не двинешься уже дорожка бы здесь не помешала в целой безопасности хотя бы возможно когда-нибудь она и появится в районе пляжа я вижу такое коричневое пятно и вот две пары там по центру плавают я не знаю чьих это рук делах я не буду коричневое пятно возле с одной стороны море синенькое бирюзовое с другой стороны тоже нормальная а вот там вот все таки мутновастенькая ну да ладно до пляжа в принципе идти не так далеко на встречу сотрудники вон в железнодорожных хотелось бы сказать войск просто там дальше санаторий лентарь раньше во всяком случае точно принадлежал министерство оборону железнодорожным войскам точно так сейчас помню а вот этот пляжик пляжик небольшой видно что советские времена она он пользовался спросом там террасы беседки всякие разные ну настоящее время вот видите здесь только единицы отдыхающих даже можно искать двадцати не наберется один блогер не считайте меня за дыхающего хотя я очень похож мои друзья товарищи которые встречают меня последнее время на улице допустим меня не узнают лет ты чё худушка вздыхли прямом смысле ну так то знаете да иногда вас называют уже с деками это так я не знаю как вы нас называете но это по-дружески по-доброму в общем не узнают меня в гареме какая-то на кейпис мактуновский а вот у нас русалка одна сидит вот на камешке эти я не знаю чего нас ждет может дельфина загорает я пока тут пройдусь а вот с вами поснимаю точно загораю уже это конечно был просто сложить и потемнее но в этом году как не так как никогда я такой вот загоревший вот это антенна вышка наблюдательная но как вы помните нифига на не работает я пробовал быть без прямой эфир к сожалению он мне не удался вы не как не жалко того парня идет в желтой жилетки сотрудник железной дороги проверяют пути видимо я не на развилки цепи не знаю какие у него функциональные до 2 мне жарко так я снял футболку и 2 они вам всяких футболка в комбинезонах у них обязательно требование это желтый жилет это полный пипец просто температура за 30 когда она еще пару дней назад было там хорошенько это к 20 градус комфортно хорошо нет все прошло тела тела лежат и загорают лиц не видно поэтому позволю себе немножечко их снять а я вам скажу по секрету вот там вот уже санаторий железнодорожных войск янтарь вот это здание красная крыша это уже он выписать куда я дошел я уже дошел в это какого момент выущения практически возможно даже местные жители вот так вот уходят сулять и вышел с улицы победы прошел немножечко по набережной надежной конечно потрудно назвать по берегу вот здесь в откровении этого пляжа и ты уже в принципе в ведомом ущелье прикольно да тут кстати где-то была речка я и снимал сейчас помню возможно и уже не осталось память от этого речки ничего судя по стражевому посту вот здесь вот находится уже вход санаторий он естественно охраняется а мы пришли на платформу я не удивлюсь если это будет как раз эта самая платформа у которой моменты короче а нет речка есть слава богу вот вот она чистенькая хорошенькая и красивенькая послушайте цикад нас там так это уж хотелось многие постоянно меня спрашивают вон там за колючей проволокой территория санатория здесь уже одно полотно как видите и если пройти вдоль реки наверное мы выйдем как раз туда вот сюда только вот с их санаторными книжками у меня нет книжки с собой не вообще не санаторная книжка это челябинск у льды вот так что в принципе за несколько минут мы почти до момента лучей дошли сейчас я непременно покажу вам указатель той станции которая здесь имеется при диком желании конечно я могу попасть на территорию санатория янтарь не найдем какую-нибудь тайную козью тропку найдем конечно ведь это же одно полотно именно здесь останавливать электрички зелено красиво нифига сколько же я прошел то а потом дурак жалую все же мне колени то болят а девушки тоже снимают вот пожалуйста куды тропинка ты меня завела офигеть никогда бы я не подумал что я дойду пешком до номинации сейчас пойдем посмотрим я не удивлюсь если он девушка идет вообще вообще туда кстати ребятам общаются онлайн возможно я могу я хуже что ли хочется показать вам пляж вот это санатория янтарь из-за кустов так сказать люди судя по всему инвентарь и есть нифига себе люди ходят как модно военный санаторий вот отдыхает хотя не знаю какому наверняка он по-прежнему принадлежит министерство обороны она было бы глупо продать такой объект ну кто его знает вот люди отдыхают загорают но пляж я вам скажу не очень большой я пойду дальше посмотрим что там у нас как там дела-то обстоят как нам бедным местным вот так вот на пляж то попасть все забаррикадировали ваше я уже наверно не пойду ребят ну и нафиг я и так уже достаточно загадал так опять я заболтался вот такая ситуация у нас на пляже вот в районе янтаря вот это место пляж санатория янтарь тут можно даже подойти сверху подразниться попоказывай там пальчики там всякие там разные хи 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 и все равно не залезу сюда но есть шанс что они меня обгонят там где-нибудь на выходе выцепят и отхвачу по полной программе есть такое поэтому не будем рисковать моим здоровьем нечего по ступенечкам вверх-вниз ходить так я практически уже зашел ваше он я вижу поезд идет со стороны аш тут уже выхода входа нету там люди люди с той стороны либо там я не знаю вообще откуда они там появились а ну вот небольшой пляжик такой военного санатория но маловато маловато будет конечно я думаю людей здесь должно быть побольше все-таки а вон видите лазерская видите этот домик марину вы теперь представляете сколько я хожу а я как этот ходоким ленина говорю ладно пойдемте нас ждет еще один поезд дальнейшем я попробую выйти в эфир может быть хотя не знаю жарко надо топать обратно в общем так пешочком дошли с вами на медовые щели да конечно можно спуститься и пойти непосредственно в ущелье но на это порость это меня приветствует они уже знают что тут ходит один может на пути зайти вертолете ой вертолеты как парашюты жарко я забираю как не едет еще далековато платформа еще старенькая советская помню но новая ли линия и инвентарный номер конечно же переписан 20 240 чтобы никто не стащил поможешь платформа шагу и нами на медовой сель вот он едет к нам но вряд ли какой-нибудь поезд остановится здесь за исключением электрички а это не похоже на электричку хотя локомотив такой современный вот и лошадь это же самая шагина есть электричка с ну что опять от меня сбежала последняя электричка я сейчас по школам пойду к машине по привычке как говорится здоровый образ жизни это по мне была такая юмористическая передача 33 метра 90 там начало 2000 наверное вот они так там и говорили народ загорает отдыхает такой народ я вам скажу что прям народ иди народ еще просто я вам это не показывал в само ущелье не пойду и не уговаривайте меня не пойду тут недалеко в принципе ну блин жарко уже пора текать тем более мне предстоит еще не близкий путь до автомобиля как вы понимаете минут так пятнадцать двадцать топать я знаю что некоторые из вас и по полчаса и час ходят к морю но я не такой винтарь винтарь расписание электричек нам не надо опять мамедова щель соответственно отсюда стопроцентно будет вывод населенному пункту мамедова щель хотя я не вижу такого оборудованного знаете такого спуска перехода похода тут как-то надо так может по мостикам так как-нибудь пробираться жарко 1 1909 не тот не год а скорее всего на километр от нулевого то есть практически две тысячи километров от москвы вот такое достаточно уединенное место если вы хотите отдохнуть погулять по единице то можете приходить сюда я вроде как бы не хотел уединяться тут погулять но пришел потому что у меня вот работами такая не вижу они снимать еще камера наверно 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 да где-то наверно минут 12-15 не идти точно до машины ну ничего похудею но пляж я думаю смысла большого идти нет это уже 100 раз более люди идут снимают или общаются по телефону в эфире или мне сейчас идти общаться одновременно будет наверно жарко да есть там у вас сейчас видео посмотрите там полно хватит вам так я не понял девушка тут а мальчик пошел в поле что ли вот так вот и бывает или там все-таки тропинка нравится мне такие тропинки вот это вот сооружение элементарный номер там сколько там тысяч нулей перекрывает воздух смотрится но это очень жарко сейчас вот и так полегчало вот телефонная вышка не знаю прошлый раз она мне нифига не работал точнее интернета не было потому что не хочу обидитесь мне очень наверняка ну вот отсюда открывается отличный вид на поселок лавериска русалка слева слева из педестала конечно же свет солнца слепит немножечко камеру контейнеры шарик наел опять и вот оно море прям хочется пойти окунуться спрашивайте что не мешает в принципе ничем не мешает да и сиденье в автомобиле у меня уже все в разводах после того как я в мокрых плавках залил машину там все кромпы к сожалению я не надел сегодня часы забыл думаю километраж бы они мне там отчитали хреновенький такой показали бы сколько я скинул калорий так что здоровый образ как я говорю в жизни язык уже заплетается на ноги тоже подкашивается но никуда не денешься идти еще идти и топать и топать сам залез сюда жалко так вот потеряешь сознание и никто тебя тут не найдет итак уже вторая кажется 10 минутка закончилась то есть я уже тут минут 20 как минимум брожу хожу под палящим солнцем и не души нет там люди есть они купаются на пляже возможно если Владислав сегодня после тренировочки так силы на подберет сходим на море тоже покупаться сходят я уже ходил вы это знаете что я каждый день хожу лестница вилла к лазу вот туда ну что друзья наверное уже все таки достаточно нудно все мы это прошли все это прекрасно знаете все это видели не буду занимать ваше время всем большой большой привет большого буду на хорошо что надел кепочку потопаю в машине да поеду домой выкладывать вам эти видео и делиться новой информацией в принципе информации никакой познавательные преподнести я вам не могу но тем не менее вот вы знаете теперь о вот этих вот пляжах где они как они сколько к ним идти и куда можно дойти ну и тут кстати я вам скажу тоже неплохие волны в момент когда шторм я просто физически уже не успевал везде успеть ну один из следующих штормов я наверняка сюда еще приду и порадую вас видео а на этом как это кино там спешу откланяться там все такое большое спасибо за внимание за подписки там за лайки за то что поделились вы то что дослушали до конца крестит мой гуньёж пошел я домой всем пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...